Здравствуйте, уважаемые господа! Сегодня у нас на обзоре фидера от компании Zemax, называется серия Rampage. Серия включает в себя 4 модели. Самую младшую 12,4 фута с 110 грамм. Мы сейчас в обзоре рассматривать не будем, причины две. Во-первых, она пользуется меньшим спросом, чем все остальные. Во-вторых, их просто нет на складе. Хотя приехали вот конкретно самые востребованные три модельки. Поэтому я так подумал, что сейчас ждать, когда приедет 12,4, чтобы снять все 4, да, всю серию, ну, нецелесообразно по той причине, что выбьются еще как бы более популярные модели и более востребованные. Ну, значит, начнем. У нас в руках, у меня, 390 до 150, то есть 13 футов, 150 грамм. Один из самых востребованных фидеров на рынке. Сделан очень качественно, да и вообще, как бы я начал, в принципе, с одного фидера, но давайте это касается всей серии, то есть качество очень хорошее, сразу скажу. Мы продаем их не первый год и в больших количествах. Через мои руки их пришло много. Каких-то косяков серьезных я никогда на них не замечал. Поэтому я вот не могу вспомнить даже сейчас, чтобы когда-то была там лопнутая ставка кольца, либо, не дай бог, там кривое колено какое-то и так далее. Значит, все фидера сделаны в Корее, что самое, ну, самое важное для некоторых и для многих покупателей. Ну, с моей точки зрения, это не сильно важно, конечно, где фидер сделан, потому что, ну, объективно так. Потому что, допустим, если брать Китай, от которого все раньше шарахались, а сейчас таких все меньше и меньше, сейчас большинство фидеров, 99% делаются в Китае, даже топы. Те же Браунинг Сфера и все остальные, которые стоят дороже Рампейджа в два раза, но они тоже сделаны в Китае. Притом там качественные заводы, которые тоже не хуже, чем те же Замекс Рампейдж по качеству. Ну, давайте так, значит, дальше приступаем. Вот такая вещь, называется Foregrip, верхняя часть катушка-держателя, плотная Эва сверху, держатель удобный, он небольшой, такой компактный очень, но его лапки позволяют установить ножки-катушки сюда вот практически до восьмитысячник. То есть я ловил Ультегра И5500, ловил Карпро, крупные карповые катушки, то есть у меня туда они встают, да, они там до конца какие-то катушки полностью туда лапка не заходит, да, в ползунок сам, но, тем не менее, она держится очень хорошо. Важный момент, вот я пока с вами говорю, откручиваю этот Foregrip, важный момент, это вот эта часть, что она тоже заизолирована, это тоже говорит о качестве производства, о продуманности бланка, то есть действительно это вот очень приятный фидер, эстетичность его одной из главных черп. Дальше идет материал, мною любимый, который я использую на Фотонах Про, например, это материал Раббер, это обрезиненная пробка, пробка с резиной, то есть это максимально долговечный материал, очень качественный, его минус один, это вес. Дальше идет Эва, точность такая же, как и на гайке Foregrip, Эва плотная, мелкопористая, ничего здесь не вылетает, не намокает, то есть я ими сам ловил не один год, и они у меня есть все в арсенале уже давным-давно, но на Оке, ну на Волге я ими ловлю достаточно, ну там, где надо далеко кидать тяжелые кормушки. Ну, торцевая часть такая в стиле хай-тек, можно сказать, сделана достаточно приятная, тоже не броская, с голубеньким таким дизайном, написано Zemax. Фурнитура C-Guide, кольца C-Guide. По размеру колец, считаю, размер их идеален, то есть кто-то там пишет, что хотим поставить вот сюда чуть ли не как карповое кольцо 30-ка или 35-е, совершенно это не нужно, потому что любая катушка, вы не будете сюда 10 тысяч забахивать, да, вы сюда поставите, скорее всего, 5-6 тысяч, как правило, такие катушки сюда идут, ловят с ними превосходно, они тянут такие веса и груза, и ничего здесь больше по большому счету не надо. Ну вот, у кого есть денежки, можно купить 55500 ультегру и на все годы забыть вообще про то, что надо что-то менять, как фидер, так и саму катушку. Поэтому колечки достаточного правильного диаметра. Ну и давайте тогда приступаем к их обмеру. Внутренний диаметр кольца 20, тонкий бланк 390-150, но бланки вот у него, да, да и у всех практически даже следующих моделей, они тончайшие, чуть ли не как пикерные. Значит, 12 диаметр. Ну давайте вот, кому нужно, диаметр рукоятки, он один практически по всей длине, 22 миллиметра диаметра рукоятки. В комплекте идут три вершинки, все карбон, с крупными пропускными кольцами. Давайте, кому интересно, измерим длину вершинок. Длина вершинок 65. Диаметр вершинок 3,5 миллиметра у всех, поэтому этого касаться не будет. Значит, вершиночки, еще раз повторюсь, все карбон, 4 унции, 3 унции и 5 унций. По жесткости они полностью соответствуют тому, что написано, то бишь заявленному. Имейте в виду, что вот эти вершинки, они подходят и по другие модели фидеров, поэтому кому нужно, даже не обязательно на Азэмаксы, просто звоните в магазин, спрашивайте, и вам менеджеры, консультанта подберут. Тут же должен сказать, вы уж извините за рекламу, но без нее никуда. Объясню почему, потому что я в каждом своем ролике говорю о том, что мы предоставляем бесплатные запасные части до двух штук в год нашим подписчикам на социальные сети и тем людям, кто у нас покупает удилище. Несмотря на то, что я так говорю в каждом ролике, несмотря на то, что мы выкладываем лист о том, что с контактами магазина в середине ролика и в конце, все равно находятся люди, которые часто даже под видео спрашивают, какие условия на две запчасти, где это можно посмотреть. Я вот не знаю, как еще об этом говорить, поэтому вот в этом ролике я скажу в середине ролика уже своими словами, без всяких там ссылок и тому подобное. То есть все люди, которые у нас покупали, покупают удилища, не обязательно фидерные, маховые, спиннинги, баллонки и тому подобное и все остальные удилища, которые у нас штекерных, спортивных штекеров 13-метровых условно, да, длинных, всех фирм-производителей, ну 95 давайте, чтобы вот вдруг там с какой-то не будет у нас запчасти, но вот основные фирмы, что есть на рынке, мы предоставляем бесплатно в период действия акции две запчасти в год. Мы уже это делали на Сальма, Фидер Концепт, все люди забрали, кто на спиннинги, кто на Фидера, Мейджор Крафт, известнейшая фирма спиннинговая и кастинговых удилищ. Мало у кого есть запчасти, даже у, скажем так, тех, кто их завозит, да, мы же предоставляем эти запчасти и уже предоставляли. Об этом есть и ролик, и много отзывов под ним от разных людей, с благодарностью о том, что получили это бесплатно. То же самое было запчасти на спиннинге Zetrix, на спиннинге Graphite Leader, на те же Фидера и тому подобное, от других фирм-производителей. То есть мы все это выставляем, анонсируем, да, что с такого-то по такое-то число мы предоставляем две запчасти. Кому нужно, кто сломал по собственной инициативе, который купил, ну инициативе, я имею в виду, что без брака, да, случайно наступил, там, аж дверью машины прижал, просто вершинку сломал от Фидера сам по себе, да, по своей неосторожности или ему сломали. Неважно, мы даем две запчасти в год в период проведения акции. Условие два, как я сказал, чтобы это удилище было куплено только в Multifish, для этого нужно предоставить либо его свой телефон, мы посмотрим этот заказ его старого этого человека в прошлом, да, на этот Фидер, там, на это удилище, либо номер заказа, что еще проще. И второй момент, это подписка на социальные сети, на странички магазинов, в социальных сетях. Обязательно это Телеграм, Ютьюб и Вконтакте. Желательно Facebook, Instagram и Рутюб. И третий момент, это ремонт. То есть нашему сервису более 20 лет, мастер работает один и тот же, тоже, соответственно, больше 20 лет, шлют со всей России к нам удилище на ремонт. Гарантия бессрочная на весь срок службы на место ремонта. Соответственно, сами понимаете, вы можете со спокойной душой ловить отремонтированное удилище, мы знаем, что если сломается в этом месте, вам всегда бесплатно все это сделают. Сами мы вышлем вам, все будет за наш счет, если это сломается. Ну, давайте, вот сказал, поэтому не обессудьте за такую рекламу, потому что я не знаю, откуда берутся люди, которые даже после просмотра ролика пишут мне, как получить две запчасти, что за акции и тому подобное, хотя я это говорю и выставляю все. Ну, в общем, ладно, поехали дальше. Значит, про этот фидер сказал. Следующая моделька, Zemax Rampage, 420, 180 грамм тест. Ну, соответственно, все то же самое, противозахлестное кольцо по диаметру 25, диаметр бланка 13 и диаметр рукояти 22. Кстати, пока мерил, забыл. Многие просят вот расстояние от кольца до центра катушка-держателя. Я это раньше мерял, сейчас что-то упустил из виду. Давайте вот по первому варианту, 390 до 150, значит, расстояние вот кольца нижнего до центра держателя 66. И рукоять сама до нижней части катушка-держателя ровно 50. Ну и, соответственно, у варианта, который до 180, 14 футовик до 180. Расстояние 70 от кольца до центра держателя, и рукоятка тоже 50. Значит, также в комплекте идут три вершинки с тем же посадочным диаметром. Все карбон 5, 4, 6 унций. По нагрузке они соответствуют. То есть это мощненькие вершинки, естественно, сами понимаете, для течения. В целом, вся серия Rampage выполнена для течения. Поэтому, кто ее подбирает для стоячей воды, смотрите Razer. Ну, если и Zemax, да, так можете смотреть еще какие-то другие варианты. Спрашивайте у меня в том же Телеграме, я там 24 на 7 и всегда вам подскажу. Любой вопрос сразу отвечу. И объективно отвечу, потому что все-все открыто, поэтому, скажем так, там говорю как есть всегда. Значит, следующее, это 14, 14 футовик, ну, 14,2 футов до 200 грамм. Колечко у нас стоит 25, бланк 20, а, бланк 13, 23, ну, 22,5 диаметр рукояти, да, 22,5. Так, и расстояние от кольца до держателя 69 и 53 рукоять. Соответственно, три вершинки, также такой же длины, также все графитовые, 7 унций, 6 унций и 5 унций. Ну, соответственно, тесту они полностью соответствуют. И я просто гну при вас, как бы, да, я их... Я думаю, не только я, эти фидера многие знают, хотя почему-то не так сильно много на них отзывов, таких вот, чтобы всю серию показать. Хотя у меня тоже одного не хватает. Значит, вроде бы все сказал, да, давайте тогда раскладываем и смотрим, то есть строй уже под нагрузкой. Так, разложили мы наше удилище. Значит, как всегда, показываю на камеру, это у нас 390-150, то есть 13 футовик. Вот, смотрите. Так же на белую дверь, как во всех своих роликах, вручает нас она пока. Ну, отличнейшая карта колец. Теперь мое мнение, да, как говорится, тонкий, действительно, бланк, несмотря на тест 150. В руках лежит изумительно бросковое качество, просто на высоте у него. То есть держит течение в рамках теста, шикарно. Насчет перегруза. Вот 150-й перегрузить чуть-чуть можно. То есть я на нем ставил кормушку, но все вместе, да, общий вес у меня был 200 грамм. Но он уже все, он начинает складываться, да, не до конца пуляет, поэтому вы потеряете в дистанции. Вообще, в целом, совет вот во всей серии Zemax, лучше берите тот фидер, который для вас именно в рамках теста. Перегружать их можно, да, можно на там 30% с моей точки зрения, можно перегрузить. Но бросать нужно плавным броском, и вы, естественно, будете терять в дистанции. Поэтому суть какая? Эти фидера применяются на реке. Как правило, это дальний заброс на быстром течении, сверхдальний, дальний заброс на быстром течении. И перегружать здесь для того, чтобы потерять дистанцию в дальности, ну, по-моему, это просто глупо. Поэтому смотрите и выбирайте, я вот рекомендую, именно в рамках теста. Значит, давайте нагружаем. Также я на камеру показываю руки. Вот двумя руками я мощно держу, уперся аж даже. Хлопнется так хлопнется, сломается так сломается, да. Вот смотрите, отличный прогрессивный строй, вырабатывается весь бланкой на броске, видите, на рывке. Ну, просто шикарная палка. Мне лично это, ну, очень нравится. То есть это один из лучших фидеров, с моей точки зрения. Вот 390-150. Кому хочется быстрый именно строй, да, мы еще быстрее, да, для того, чтобы точность была еще лучше. Потому что, сами понимаете, минус строй такого вот прогрессивного, да, и небыстрого, это разброс по точности. Чем палка быстрее по строй, да, более жесткая, быстрая, тем точнее вы будете бросать. Но, соответственно, другая сторона медали, это амортизация, там, и так далее, да. Значит, следующая моделька. 14-180. Вот, трясу. Она уже немножечко, совсем по балансу, чуть-чуть идет, переклюет вперед. Но это не критично. Вообще, вся серия Rampage, она сделана, опять же, повторюсь, как речная. И поэтому, вот, в плане баланса не нужно от нее ждать то, что мы видим в Razor. Razor это больше палка для среднего течения, для стоячих водоемов. А Rampage это исключительно речники, факт, да. Давайте нагружаем. По поводу кормушек. Вот сюда я ставил 250 грамм, и уже ему очень тяжело. Строй похож. То же самое, видите, вырабатывается бланк весь. Вот я сейчас еще двумя руками уже со всей силы практически тяну. Он, не знаю, сломается сейчас вам на камеру или нет. Я аж в сторону его, да, ну, выдержан. То есть, видите, вот я уже вот даже чуть в пот пробил, насколько сильно его нагружаю. Значит, приятный, очень действительно фидер бросковый. Отличный бросковый фидер. То есть, это бланк тот, с которым вы максимально мало задействуете своих собственных сил. Да, и он вам очень поможет бросить. Значит, следующая моделька, которая до 200 грамм, 14,2, ну, 430 сантиметров, грубо говоря. Ну, эти крупные кольца пропускные. Карта колец шикарная. Правильно все расставлено. Кольца идеальны, без всяких там ступенек. Похожий бланк. Вот теперь по поводу 200-ки. Вот его я бы не рекомендовал перегружать вообще. Потому что, когда я на него ставил те же 250 грамм, он у меня уже практически отказывался бросать. То есть, 200 грамм, с моей точки зрения, это, в общем-то, его... Ну, не предел, скажу, не хлопнется он, конечно, но не нужно его перегружать больше. Давайте нагружаем. Ну, то же самое, видите. Вот по ощущениям, я сейчас его точность также держу, достаточно жестко, да? Но мне кажется, что его сгибает больше даже чуть-чуть, чем до 180, который... Ну, это за счет длины. Хотя тест у них похож очень. Поэтому, если вам нужны именно дальнобойные фидера, речники, то есть, в плане течения, сразу по всем говорю, держат они в рамках своих тестов вершинки. Течение идеально, ничего не заворачивается, второй колян не закручивает. В этом отношении можно быть спокойным. Господа, в завершении, как всегда, чехольчик. Надежный, прочный чехольчик. Лишних денег он не стоит, но дешевым именно его не назовешь никак, потому что, во-первых, завязочки очень удобные на такой, на резине неопреновой. Дальше сам чехол, он не толстый, не тонкий, не просвечивающийся, да? Соответственно, из материала синтетического не намокает, не впитывает запахи. Что очень важно, отдельно кармашек под вершинки. И что еще более важно, это вот такой большой тубус большого диаметра, потому туда входит даже 6 вершинок. Поэтому вам, как некоторым моделям, не придется впихивать там еле-еле что-то, чтобы все это вошло. Но, да, это мощный, надежный, как во всех Zemax'ах, тубус, который, в общем-то, ну, действительно солидный, да? То есть, уберем, открываем и, не думая, туда закинули, закрыли, бросили точно так же сюда в карман, куда, опять же, два этих тубуса войдет. То есть, запас большой в кармане есть. Ну, соответственно, две лямочки. Ну, здесь название модели. Ну, цвет такой, как мне кажется, что очень даже симпатичный. Темно-голубой, темно-синий, да, вместе с черным они сочетаются и выглядят достаточно достойно. На этом все. Заказывайте, пожалуйста, рампэйджи. Да и вообще все товары в Multifish. Мы гарантируем вам качество, гарантируем того, что никаких подделок не будет, что у вас будет именно корейский рампэйдж. Заказывайте, подписывайтесь на социальные сети. Если вы хотите хоть чуть-чуть сказать мне спасибо, пожалуйста, подпишитесь на канал YouTube. А если еще больше хотите сказать спасибо, на Telegram и ВКонтакте. Всего вам доброго и до новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok